Медвежонок Панда А в этот день Маша собралась отвезти свою машину к ролику на техосмотр, чтобы подкрутить болтики и заменить масло. Панда приехал на нужную остановку, где его ждала Маша. Они с Медвежонком решили вместе отвезти машину на техосмотр. Маша была постоянным клиентом у кролика, поэтому он предложил девочке взять машину на замену, пока ее пикап находится на обслуживании. Машиной на замену оказался Мини Купер. Он был не такой большой, как пикап, но Маша и Медвежонок Панда все равно смогли уместиться в этой компактной машинке. Пикап будет в ремонте до вечера, а чтобы не терять время зря, ребята решили отправиться в гости к Маше. По привычке девочка решила поехать коротким путем через лес. Маша любит гонять по лесной дороге. Ее пикап очень сильный и здорово проезжает по лужам с грязью. Смотри-ка, грязь полетит во все стороны, сказала Маша и поехала вперед. Но Мини Купер оказался не таким сильным и застрял в грязи. Оставив автомобиль в грязи, ребята отправились на трассу. Чтобы найти машину, которая отвезет их к кролику, где они заберут пикап и вытащат Мини Купер. К вечеру пикап был готов. Кролик наругал Машу за то, что она так непрежно отнеслась к чужой машине. Девочке стало стыдно. Она извинилась и отправилась выручать Мини Купер из грязи. 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 Тогда ставь лайк и подписывайся на канал Манки Ту. Похоже, у Маши гости. Интересно, кто же приехал к Маше на черном джипе? Смотри, это медвежонок Панда. Значит, он купил себе машину. Называется она Мерседес Гелендваген. У него очень мощный двигатель и полный привод. Маша в восторге. А багажник такой большой, что Панда может спать в нем, когда отправится на рыбалку. Маша тоже решила попробовать. Оказалось, очень удобно. Ребятам стало интересно, а какой из джипов лучше едет по бездорожью? И они решили отправиться в лес на поиски грязи и приключений. Вчера целый день шел дождь. Поэтому лучше с лякоти было, хоть отбавляй. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Панде проще проезжать по холмам Машина короче и она не цепляется днищем Маше приходится пересекать холмы по диагонали То есть стяжать немного в сторону с дороги Но зато у Машиного пикапа не забиваются колесные арки А у Мерседеса грязь прилипает над колесами и им труднее крутиться Друзья в восторге от такой прогулки Но им нужны лужи побольше И они решили ехать дальше Похоже, они нашли подходящую лужу Она напоминает болото Маша решила покорить эту лужу Даже не включая полный привод Поэтому двигатель вращал только задние колеса Ну вот, кажется, Машина-машина забуксовала Тогда девочка включила полный привод И передние колеса тоже начали вращаться Но машина уже увязла в грязи И сдвинуться с места без разгона не получалось Хорошо, что Маша взяла с собой трос Мишка попробует вытянуть ее Машина-машина-машина Теперь застряли обе машины Придется ждать помощи Маша увидела машину Этот грузовик специально сделан для бездорожья Поэтому он очень проходимый Машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-машина-м Грузовик без труда вытащил пикап, потому что он тяжелее и его колеса больше. Осталось вытащить Мишку. Продолжение следует... Трос не выдержал и порвался. Водитель грузовика спешил доставить бревна и сено, поэтому он посоветовал ребятам найти новый трос, а на обратном пути он вытащит Мишкин Гелендваген. Маша придумала, где взять новый трос и как поскорее выручить Мишку. 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 Твилайван. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok